Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео поговорим об энергосбережении на микроконтроллерах АВР. Разберем различные варианты энергосбережения, как входить в режим энергосбережения и как из него выходить и сколько при этом можно сэкономить электроэнергии. Начнем с того, что современные микроконтроллеры потребляют не так уж и много, во много раз меньше, чем обычный светодиод. Вот например ATTINE13 потребляет ток 0,57 мА, тогда как обычный светодиод с резистором на 220 Ом потребляет около 8,3 мА. Более того, потребление микроконтроллера практически не зависит от того, какую работу он выполняет. В первом случае микроконтроллер был загружен вот такой вот пустой скетч, то есть микроконтроллер не выполнял никаких задач и потребление составило 0,57 мА. А во втором случае нагрузим его математическими действиями. Здесь операции умножения, деления, вычитания и все это с вещественным числом, да еще и постоянно будем подавать цифровой сигнал в порт PB0. И вот в таких вот суровых условиях в результате получаем потребление 0,66 мА. Так что можно, например, чуть снизить яркость светодиода или уменьшить потребление других деталей на схеме и это перекроет все возможное потребление микроконтроллера. Если наше устройство планируется питать от сети, то никакого смысла переводить микроконтроллер в режим энергосбережения нет. Совсем другое дело, если мы создаем устройство, которое должно питаться от автономного источника энергии. Например, от таких вот батареек, от литий полимерного аккумулятора или тем более от батарейки таблетки. Продолжительность работы которых очень сильно зависит от потребляемого тока. Здесь уже нам важно, чтобы устройство проработало как можно дольше, а менять батарейку или подзаряжать аккумулятор приходилось как можно реже. Разберем два основных случая, когда целесообразно перевести микроконтроллер в режим энергосбережения. Первый вариант, когда микроконтроллер делает периодически какие-то одни и те же операции, причем с заранее известным временным интервалом между этими операциями. Например, раз в несколько секунд измеряет температуру и записывает эти данные в EEPROM память или выводит на дисплей. Возможно измеряет какие-то другие величины, влажность воздуха, давление, содержание углекислого газа, но делает это с четкой заранее заданной периодичностью. Между этими действиями микроконтроллер ничем не занят, но потребляет практически столько же электроэнергии, как и в момент выполнения операций. Так что вполне логично на период бездействия снижать его энергопотребление, а возвращать в обычный режим только в момент выполнения действия. Второй вариант, когда микроконтроллер находится в режиме ожидания получения сигнала от другого устройства или, например, нажатия кнопки и только потом выполняет какое-то действие. Такой режим может продолжаться неограниченно долго и все это время наш микроконтроллер может пребывать в режиме сна. И только получив нужный сигнал проснуться, выполнить какие-то действия и снова погрузиться в свой крепкий здоровый сон. Вначале поговорим о том, какие виды сна бывают. Основные примеры я буду приводить для ATTINE 13, но попутно и расскажу о других микроконтроллерах. Открываем Datashit на ATTINE 13. Описание работы с режимом энергосбережения находится обычно в седьмой главе Datashit ATINIC. Чаще всего здесь представлено три варианта энергосбережения. Первый вариант, IDLE, отключает основной тактовый генератор микроконтроллера и тактирование флеш-памяти. Остальные счетчики продолжают тикать. Контроль работы с портами ввода-вывода, АЦП, работа аналогового компаратора при его наличии, выбор источника тактирования. И прерывать такой легкий сон можно очень многими методами. Срабатыванием любого прерывания, как внешнего, так и внутреннего. В том числе переполнение по таймеру или появление сигнала, в том числе и шумового на любом из портов до вывода. И естественно срабатывание по прерыванию Watchdog. Как убедимся далее, этот режим не приносит сильной экономии в энергопотреблении, так что в реальности этот режим не очень-то и полезен. Следующий режим ADC Noise Reduction во всем аналогичен предыдущему варианту, но защищает сон микроконтроллера от появления случайного или не случайного сигнала на портах ввода-вывода, которые в прошлом варианте неизбежно будили бы микроконтроллер. И третий вариант PowerDown. По сути отключение фактически всего в микроконтроллере, кроме внутреннего тактового генератора, связанного с работой стражевого таймера. По срабатыванию которого мы и можем пробудить микроконтроллер. И еще по срабатыванию аппаратного прерывания INT0. Если взять другие популярные микроконтроллеры, то например у ATT-NE10 есть еще режим Standby. Такой промежуточный режим между ADC Noise Reduction и PowerDown, отключающий работу АЦП. А вот у ATT-NE2313 никакого АЦП нет, так что и режима ADC Noise Reduction нет соответственно, но есть Standby. У более продвинутых микроконтроллеров, таких как Atmega328, появляются еще два режима PowerSafe и Extended Standby, оставляющие нам возможность работать во время сна со вторым таймером. Перейдем к практике. Соберем на макетные плате Schemos ATT-NE13 и светодиодом с уже припаянным резистором на 220 Ом, подключенным к пятой ножкой ATT-NE. Когда светодиод включен, значит микроконтроллер бодрствует. А когда светодиод гаснет, микроконтроллер уходит в режим сна. Для примера напишем вот такой вот скетч, где есть все три режима сна для ATT-NE13 и мы будем активировать нужный нам режим. Также у меня есть второй скетч, который выполняет те же задачи, но в нем вместо работы с регистрами используются ардуиновские функции. Кому как удобнее и привычнее. Я его чуть позже прокомментирую. Вернемся в первый скетч. Назначаем порт PB0, к которому у нас подключен светодиод работающим на выход. Начинаем с самого простого режима сна idle. Задаем режим сна мы с помощью регистра mcu-cr. Вначале биту SE sleep enable присваиваем единицу, тем самым разрешаем сон. А далее выбираем режим сна, выставляя биты SM1 и SM2 в соответствии с таблицей 7.2. В режиме idle у нас оба бита по нулям. Включаем светодиод на 5 секунд и для того, чтобы ввести микроконтроллер в режим сна используем ассемблерную команду sleep. Загружаем скетч в ATT-NE. Вынимаем из программатора. Устанавливаем на макетную плату и подаем питание. Красный светодиод зажигается на 5 секунд и спустя 5 секунд гаснет. После этого микроконтроллер погружается в сон. Измерим потребление тока в данном режиме. В обычном режиме микроконтроллер потребляет примерно 0.7 мА, а в состоянии сна в режиме idle 0.21 мА или 207 мА. Теперь раскомментируем вторую строку скетча, выбрав режим ADC Noise Reduction. Получаем в режиме сна 0.17 мА или 174 мА. Меньше, но все-таки не существенно. И последняя строка, которая дает нам самый глубокий режим сна Power Down. Вот тут вот у нас уже экономия существенная. Теперь в режиме сна получаем 0.01 мА или 13 микроампер. Что почти в 13 раз экономичнее предыдущего режима. И приводит к снижению потребления более чем в 50 раз по сравнению с базовым режимом, который у нас без всякой экономии. Именно с этим режимом и с методами выхода из него мы разберемся далее. Но в начале кратко по скетчу, где мы работаем с функциями, а не с регистрами. Здесь в начале скетча мы подключаем библиотеку SleepH, в которой содержатся функции по работе с режимом энергосбережения. Далее в функции SleepEnable мы разрешаем режим сна, аналогичная данной строке из первого скетча. И после этого устанавливаем с помощью константы один из режимов сна, как мы это делали в первом скетче через регистры. С константами для других режимов можно ознакомиться в примерах библиотеки. После этого включаем светодиод на 5 секунд и функции SleepMode отправляем микроконтроллер в сон. Все ссылки на скетчи будут в описании к видео. Теперь перейдем к пробуждению микроконтроллера из режима сна. Будем исходить из двух вариантов, о которых я рассказывал в начале. В первом случае мы выполняем какое-то действие периодически. Тогда целесообразно настроить выход из состояния сна по срабатыванию сторожевого таймера Watchdog. О работе которого я рассказывал в прошлом видео. Ссылки есть в описании и в подсказках. Добавим на макетную плату еще зеленый светодиод, который будет символизировать выход из режима сна. Пока светодиод светится, это означает, что микроконтроллер бодрствует и выполняется программа. А после того, как он гаснет, микроконтроллер засыпает. Видоизменим наш скетч. Добавим библиотеку для работы с прерываниями. Разрешаем глобальные прерывания. И настроим Watchdog на вызов прерывания через 4 секунды после его срабатывания. О настройках Watchdog на перезагрузку микроконтроллера и на вызов прерывания я подробно рассказывал в прошлом видео. То есть после того, как красный светодиод проработает 5 секунд и отключится, запустится таймер Watchdog, заведенный на 4 секунды. Через 4 секунды таймер срабатывает и вызовет прерывание, которое включает на 1 секунду зеленый светодиод. Предположим, что за это время мы проводим какие-то измерения или другую работу. Чтобы это время, пока мы проводим измерение, не вычиталось из тех 4 секунд, на которые заведен у нас таймер Watchdog, можно его сбросить. После завершения обработки прерывания мы возвращаемся в основной цикл скетча, где нас снова ждет глубокий сон и пробуждение по срабатыванию Watchdog через 4 секунды. И так по кругу. Загружаем скетч в ATT-N13. Подаем питание. Включается на 5 секунд красный светодиод. Он гаснет. И через 4 секунды включается на 1 секунду зеленый светодиод. И так он включается у нас каждые 4 секунды. А мультиметр нам показывает потребление тока в момент работы светодиода. То есть это потребление микроконтроллера в обычном режиме, плюс потребление светодиода. И так же мы видим потребление в режиме сна в промежутках между включениями светодиода. Если мы хотим увеличить интервал между пробуждениями микроконтроллера до 8 секунд, то можно раскомментировать следующую строку. Тогда периоды между включением и отключением светодиода увеличиваются до 8 секунд. Соответственно, чем дольше пауза между включениями, тем больше будет суммарная экономия электроэнергии. И аналогичный скетч, но уже с использованием библиотек и специализированных функций. Здесь используется функция SleepDisable, возле которой мы размещаем код, который должен сработать сразу после пробуждения. Теперь перейдем к пробуждению микроконтроллера по прерыванию. Для этого задействуем аппаратное прерывание Int0, которое согласно распиновке связано у нас с шестой ножкой от Atene 13. Откроем новый скетч. Здесь из нового нам нужно разрешить прерывание Int0, присвоив единицу соответствующему биту регистра GIMSK. Все согласно описанию на 53-й странице деташита. И здесь же выше указано, что нам необходимо подать низкий уровень сигнала, чтобы обеспечить возникновение прерывания. И далее в коде скетча разрешаем глобальные прерывания. Ниже у нас расположен обработчик прерывания, при возникновении которого у нас все так же будет загораться зеленый светодиод, подключенный к порту PB2. На нашей схеме подтягиваем шестую ножку к питанию с помощью резистора на 10 кОм. И добавляем кнопку, которую соединяем с землей, то есть с минусом макетной платы. А вторую ножку кнопки с шестой ножкой микроконтроллера. Загружаем скетч. Подаем питание. Вначале, как и раньше, включается красный светодиод. После его отключения микроконтроллер переходит в режим сна, который будет продолжаться настолько долго, пока мы не нажмем на кнопку. Нажимаем кнопку. Загорается зеленый светодиод. Микроконтроллер оживает на 5 секунд, что сразу видно по потреблению тока. И после снова погружается в сон, что опять же видно по мультиметру. Вот в таком вот режиме батарейки или аккумулятора точно хватит на годы. И, соответственно, скетч с использованием привычных ардуиновских функций, которые выполняют ту же самую работу. Здесь мы отлавливаем прерывание на первом пину, то есть PB1 по низкому сигналу. И выполняем функцию wake up, в которой и включаем на 3 секунды светодиод. Само собой, мы можем выйти из режима сна, отсоединив питание. Но еще, как вариант, можно перезагрузить микроконтроллер, подключив и сразу отключив его первую ножку, связанную с ресет. К минусу макетной платы. Микроконтроллер перезагрузится и начнется выполнение скетча сначала. Все ссылки на скетчи будут в описании к видео. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал и до встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok